Приветствую вас и проблема, описанная в вашем письме, решается в двух направлениях. Первое направление это проработка детских отношений, в которых вам, вероятно, всего, очевидно, пришлось занимать сильно зависимое положение, сильно подчиненное положение, что привело по сути дела к ломке личности, к снижению уверенности, самолюбия, самооценки и так далее, появлению комплекса. То есть, здесь важно понять, почему вы сами себе запретили какие-то вещи, почему родители на вас так влияли, что позволили вам запрещать многое и почему вы не общались. Далее, вы боитесь, поскольку родители у вас определенно были строгие, они уносили вам полную защищенность, полную защищенность и определенность своей жизни. То есть, ставили вам четкие цели, эти цели вы добивались с этих целей и они ставили вам новые цели. А дальше у вас ничего не было. И вот вам необходимо самостоятельно встретиться с тем самым, что будет после достижения вами цели. Дело в том, что в человеческом социальном состоянии вообще пустоты никогда не было и образов, точнее отсутствия их тоже никогда не получается. То, что есть у вас, это не более чем иллюзия. Иллюзия того, что по достижении определенных событий в жизни у вас ничего не получит. У ничего не будет. В действительности это не так и по достижению цели вы будете ставить себе новые цели. Просто вы этого делать не привыкли. И с этим нужно попросту столкнуться. Для вас эта ситуация непривычная. Вы не знаете, что мне делать, вы боитесь ее, вы отказываетесь с нее, вы бежите. И до тех пор, пока вы бежите, вы никогда не узнаете, как это там. И вы много говорите, что вам кажется, что вы воспринимаетесь. К сожалению, в том, что касается восприятия будущего, вам свое мировоззрение нужно менять. И понятно, что оно изменится лишь тогда, когда вы на канале начнете менять свое поведение. То есть в каждом конкретном случае, когда происходит ситуация, при которой вы не знаете, что будет дальше, вы боитесь, что ты не веришься, вам нужно продолжать идти дальше. И в определенный момент сознание само подскажет вам новые цели. Новые цели просто появятся, на самом деле. Может быть, для этого вам нужно более точно сформировать свои члены. То есть подумать, что бы вы хотели. А это сделать несколько сложнее, именно потому, что у вас в детстве было очень много ограничений. И вы себя во многом много вылечали, как вы говорите. Вот именно в каком ключе, именно в этом направлении вам нужно работать. И отвечая на ваш вопрос, как перестать ощущать, что в жизни существует лишь только определенные события, нужно вступить за их пределы, за их границы. Вступить только усилием воли, четким пониманием того, что вам это нужно для полноценной жизни. Пока вы боитесь, то, собственно говоря, ничего не будет. И здесь необходимо встретиться за страхом лицом к лицу. То есть задать себе четкий вопрос. А вот вы чего именно боитесь? Что именно вы боитесь? И так ли это страшно? Потому что страх – это всегда эмоциональная окраска какого-либо события. Но в действительности эмоциональная окраска создает нереальность этого события, оторванность его от объективного мира. И до тех пор, пока вы будете воспринимать какое-либо событие через призму своих чувств, неправильное истолковое ощущение, у вас будет такая проблема. Необходимо проработать более подробно, чего вы боитесь. Разобрать, отделить ваши представления, искаженные, эмоциональные, от реальных образов, от реальных вещей. Тогда вам будет безусловно проще. С другой стороны, ситуация, которая у вас сейчас есть, она удобна. Она удобна вам. Она позволяет не брать на себя ответственность за какие-то вещи долгосрочного характера в вашей жизни. Вы просто избегаете длительной ответственности в своей жизни. Отказываетесь от отношений, не берете проект и так далее. Вам так удобно. И это тоже нужно понимать. Если вы получаете некоторый комфорт в ситуации, в которой вы находитесь, если вы получаете некоторые плюсы, то вы подсознательно будете стремиться находиться в этой ситуации и дальше. Чтобы этого не происходило, необходимо осознать, что именно вы находитесь в хорошем положении. Даже если вы так не считаете, это и есть. и устранить эти моменты. Либо осознать их и придумать, прочувствовать и понять, что это или иллюзия, или заблуждение, или по сути дела такая реакция на то, что вы не можете. То есть, допустим, вы не можете взять долгосрочный проект, да, и вы того, что не можете, выбираете реакции свои на это, значит, повышение ценности того, что вы делаете сейчас. Думается мне, что все ответы кроются на детско-родительском уровне. И нужно проломать отношения именно с родителями, потому что именно они дают модель поведения на всю дальнейшую жизнь. Дальше хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Вы пишете, что работали с психологом. Вы тут пишете, что, значит, он смог помочь увидеть вам мир с другой точки зрения, после чего у вас начали появляться сокомы и так далее. Но в данный момент у вас нет друзей. В тот момент тоже очень важен. То есть, вы работали с психологом, вы к чему-то пришли, у вас появился какой-то результат, после чего этот результат вновь сошел на нет. То есть, в какой-то момент у вас появились друзья, появились знакомые, появилась девочка. И все, опять ничего этого нет. То есть, работа с психологом была, и вы ее провели, но результат почему-то исчез. Этот момент отдельно стоит проработать. Почему исчез результат работы с психологом? Почему вы перестали, допустим, применять какие-то рекомендации, если таковы были с стороны психолога? Почему вы, если это случилось, почему вы перестали считать, что эти самые результаты работы потеряли свою актуальность? Это очень важно, потому что какая-то работа с психологом была уже проведена, вы чего-то добились, достигли чего-то. И если вас натолкнуть правильно, тогда это вам верное направление. Возможно, вы очень быстро вернете, вернете вот эти результаты, которые у вас были, и вновь насчет вашей жизни появились друзья и девушки. В этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи!